Программа выходит при поддержке Комитета по информационной политике Вологодской области. Здравствуйте! Это программа «Такая работа». Название этой профессии на русский язык переводится как «Украшать». Представители этой профессии раньше занимались обустройством домов, а сейчас это настоящие театральные деятели, ведь они создают атмосферу на сцене. Догадались, о ком я? Тогда пойдемте знакомиться. Марина Браулова с детства любила рисовать, закончила художественную школу, а потом пошло-поехало Московское художественное училище ЧГУ и Санкт-Петербургская академия театрального искусства. Много лет она служила в камерном театре художником-постановщиком, да и по сей день продолжает сотрудничать с ним. На сегодняшний день выпущено 22 постановки с ее участием. А еще Марина успевает к праздникам оформлять сценические площадки города и области. И за подготовку к программе «Песни Победы» награждена Государственной премией Вологодской области. Здравствуйте, Марина! Здравствуйте! А чем вы занимаетесь? Я делаю эскизы для нового спектакля, который будет в Рыбинске, в драматическом театре. «Островский бешеный день». Так получается, вы работаете не только на Череповецкие театры, но еще и где-то в другом месте ваши работы требуются? Ну, я сотрудничаю с Вологодским камерным театром драматическим. И в Рыбинском театре драматическом у меня третья премьера в этом году. Я вас поздравляю! Спасибо! Марина, а вы вообще как пришли в эту профессию? Во-первых, я очень люблю театр, а во-вторых, для меня это профессия театрального художника. Я ее очень люблю, мне очень интересно работать. А в театральной академии вы учились на какой специальности? Я училась на режиссера. То есть вы еще и режиссер? Ну, я не режиссер, я художник. Вы художник. Просто так получилось. А на сцену никогда в качестве актера не выходили? Ну, когда учились, у нас у всех была практика. Конечно, мы выходили на сцену, но я вообще считаю себя художником. Я очень это люблю. Очень люблю свою работу. Мне очень всегда радостно работать в театре. Кроме того, я оформляю сценические площадки в городе на разные торжественные мероприятия. Очень много ледово дворец, алмаз. Такие большие, очень люблю большие формы. То есть я себя нашла в том, что я работаю как художник по костюмам, делаю декорации. И мне это очень нравится. Марина сама себя называет вечным студентом. Ей нравится учиться, узнавать что-то новое, открывать новые грани своей профессии. А декорации что в себя включают? Ну, вообще, перед тем, как начинать работу над спектаклем, у каждого режиссера вообще вот в идеале существует свой художник, которого он выбирает, с которым он работает, с которым он находится на одной волне. Мне посчастливилось, у меня несколько режиссеров таких есть, с которыми я работаю, и мы сотрудничаем и делаем не один спектакль, а не два, а работаем много. И, значит, выбирается пьеса, режиссер с художником собираются, обсуждают, и рождается образ спектакля. Вот. И в зависимости от этого образа начинается работа над эскизами, над эскизами декораций и, соответственно, над эскизами костюмов. Вот. Иногда художник по костюмам бывает, ну, может художник сам, один человек делает и декорации костюма, а может другой художник подключится. То есть вы спроектировали, то есть определили, что это будет, а кто создает непосредственно их, то есть они шьются, из чего-то делаются. Вообще надо сказать, что театр – это коллективное искусство, и один человек в театре не сделает ничего. Вот. И когда мы делаем спектакль, хороший он или плохой, всегда за результаты отвечает коллектив. Бабу-ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в своем коллективе. В театре делаются эскизы, потом делается либо пререзка, либо делается макет, чтобы понять все это в пространстве, географию спектакля. Вот. И когда готов макет, приглашается вообще творческая группа, собирается технический совет, чтобы посмотреть, что это будет. Вот. И художник по свету сразу может сказать, какие у него возникают опасения в связи вот с этой выгородкой, что можно сделать, что нет. А потом мы собираемся и приблизительно решаем, какие нам нужны эффекты, что мы хотим. Очень часто художник по свету является автором световой партитуры, то есть он может сам предложить какие-то варианты. Но вообще я говорю, что театр – это коллективное искусство, и там, конечно, рождение спектакля – это вклад очень многих людей. Если очень интересный проект, и как-то душа лежит к этому, то мы делаем сами руками. А вы пользуетесь какими-то компьютерными технологиями? Сейчас очень модно всякое 3D-моделирование и прочее, прочее. Что касаемо театра, в театре площадки не такие большие, компьютерные технологии я лично не использую. Но когда оформляешь такие площадки, как Ледовый дворец, огромный, да, где сцена одна может быть там 10 метров на 20, а вторая чуть поменьше, то там, да, используем технологии компьютерные, потому что в таких масштабах, в огромных, там уже не руками делаешь декорации, там уже рекламные технологии работают. И делаем декорации современных материалов из пластика, из баннера, из поликарбоната. Я вообще сторонник бедного театра. То есть я считаю, что интереснее гораздо спектакли, где есть над чем подумать, где существует минимализм определенный. И очень люблю детские спектакли, минималистичные, чтобы дети не приходили, не видели картинку, и не понимали, что это вот сказочный дворец. А чтобы дети, приходя в театр, они еще домысливали что-то. Я считаю, что театр-то, он и создан для того, вот эти театральные формы, приучать детей образно мыслить. И вот такие спектакли мне гораздо больше по душе. Это копия, маленькая копия сцены, камерного театра по размерам. И это называется пререзка. Выставляются декорации. Ну, как правило, серьезные не делаются, потому что макет вообще вещь дорогая. Вот делается из бумажки вот такой вот макетик, чтобы проверить все в размерах. Вот. Ну, вот такие вот ширмы, например, были. Вот, допустим, спектакль «Жила-была сыроежка», там вот такой домик из трех граней. И выставляется, чтобы проверить все в масштабе. Как он будет смотреться на сцене? Да, как он будет смотреться на сцене. Декорации, которые сделала Марина к одному из детских спектаклей, мы с вами увидим, но чуть позже. А сейчас мы идем в святая святых любого театра, костюмерную. Марина, получается, сначала вы рисуете эскиз на бумаге? Да. А потом? Рисуется эскиз на бумаге. Потом подбираются ткани, и начинается работа над изготовлением костюмов. Расскажите, сильно отличается шитье костюмов для театра и костюмов для повседневной носки? Конечно. Безусловно. А в чем? Ну, во-первых, в театре, как я уже говорила, очень важен образ. И, конечно, когда шьются даже какие-то костюмы... Ну, вот мы сейчас с вами рассматриваем сказочные, да? А когда даже бытовые шьются, там смотришь уже не то, как, допустим, удобно, да, а как лучше выглядит. То есть очень важен силуэт. Вот. Может быть, даже постановка рукава другая, в зависимости от задачи, которые ставятся перед художником. Ведь, получается, актеры меняются, и размеры у них тоже меняются. Ну, они же не все одинаковые на подбор. То есть надо как-то еще шить таким образом, чтобы один костюм был универсальный. Нет. Если, допустим, в спектакле играют два актера, и они совершенно разные по фактуре, то шьются два костюма, потому что актеру на сцене должно быть удобно. Вот. Или, если, допустим, актер уходит, водится другой, то подгоняется костюм по фигуре. Но, конечно, есть костюмы, которые не надо по фигуре подгонять. Вот, например, сказочные. А у вас получается отключаться от рабочего момента, когда приходите на другие постановки театров? Нет. Это, наверное, уже сложно сделать. Ну, вообще, я очень люблю смотреть разные спектакли, и очень часто выезжаю и смотрю. Это очень полезно, очень интересно. Конечно, если я слышу, что хорошая постановка где-то идет, я стараюсь ездить. Это безусловно. А если очень хороший спектакль, конечно, иногда отключаешься, но все равно ты смотришь, как что сделано, потому что, ну, это уже никак. Без этого никак. Увидев такое великолепие, вы бы смогли удержаться и не проверить хотя бы что-нибудь. Вот и я не смогла. А что, кто здесь в цари последний? Никого нет, значит, я буду. Ну, завершенный-то образ, естественно, этой шляпки и обувь. Пойдемте смотреть декорации, которые вы делаете. Да, пойдемте. Люди! А-а-у! Давай! Чтобы увидеть декорации в реальных размерах, да еще и на сцене, нам, хрупким барышням, пришлось применить физическую силу. Повезло хоть, что у сказочного домика были не курьи ножки, а специальные колесики. Как я поняла, костюмов универсальных меньше, то есть стараются актеров подгонять, а вот бывают декорации, чтобы они были относительно универсальные, то есть чуть-чуть их изменил, и вот уже для другого спектакля они готовы. Нет, конечно. Ну, конечно, какие-нибудь заборы, допустим, стулья, это безусловно, а так в целом для каждого спектакля все делается конкретно для спектакля, потому что каждый спектакль – это особый образ, который один для этого спектакля, а для другого уже другой образ. Да, успех во многом зависит еще и от того, какая атмосфера создана руками художников-декораторов. Поэтому те аплодисменты, которые достаются актерам после спектакля, можно отнести и насчет тех, кто работает за кулисами. А мы с вами встретимся уже на следующей неделе с новым героем и с его интересной работой.